Я не стрелял никого. Я никого не стрелял. А соседи видели, что вы стреляли? Ну, покажите соседей, которые стреляли. Похоже, что два соседа враждуют уже не первый год. Вот только до этого все сводилось к словесным перепалкам. После очередных разборок один из них крепко выпил и решил продолжить выяснять отношения, прихватив с собой пистолет. Его не смутило даже то, что его обидчик ушел к приятелю в соседний двор, где кроме компании взрослых людей находились и малолетние дети. Он ко мне во двор рвется, я говорю, не пущу во двор. И вот у меня тут внучка была, четырехмесячный ребенок. И он в отмещении, видимо, как своих-то, в землю как шмальнул, только где такой грохот был. Тут ребенок застелил, заплакал. Пока непонятно, какой это был пистолет, травматика или все же боевой. Со слов нападавшего он является ветераном МВД и был в горячих точках. Похоже, ему же случалось угрожать людям оружием. То есть со стволом он уже не первый раз здесь бегает. То есть он уже заходил к моим соседям напротив, то, что он говорил, что я убью. А в полицию вы-то в этом вопрос обращались? Да нет, а смысл? Я считаю, что он дурачок. Зачем мне в полицию обращаться? У меня конфликт, кажется, с соседями происходит всегда. Чтобы убрать их дальнобойные машины отсюда, с дороги. Видимо, до этого случая полицейские действительно ничего не знали об этом конфликте. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Искандр Тулбаев, Сергей Токоленко, Эфир 24. 25 лет в эфире. С вами и для вас.